Физкульт привет, друзья! Ученики, просто случайный зритель. Сегодня хочу поделиться с вами своей проблемой. Проблема очень серьезная. И, рыская по ютюбу, в гугле набирая, я не смог найти ни одного примера. И, естественно, не смог найти решение данной проблемы. А в чем же проблема? Тот, кто смотрит мой канал уже довольно-таки давно, следит за Инстаграмом, да и просто подписан на меня ВКонтакте, помнит, что уже на протяжении года меня преследуют маленькие разрывы грудных мышц и широчайших. Происходит это ближе к плечевому суставу, что касается грудных мышц, и то же самое, что касается широчайших. Широчайшая еще ближе к плечевому суставу надрывается. И надрывы такие, что через 2-3 дня на поверхность всплывает большая гематома, большой синяк. Это очень неприятно. Не скажу, что это супер больно, но неприятно. Почему это и как, из-за чего, я до сих пор не знаю. Обращаюсь к различным специалистам, знакомым, незнакомым, пока никто не может дать точного ответа. И раньше, что интересно, это было только в грудных мышцах и в широчайших. У меня довольно-таки сильные сухожилия. Я всю жизнь тренируюсь, занимаюсь. Сколько себя помню, железом уже занимаюсь почти 30 лет. И, естественно, сухожилия у меня мощные, крепкие. Но надрываются мышцы близко к сухожилию. С чем это связано, непонятно. И что самое страшное, буквально несколько дней назад я выполнял приседания. И то же самое произошло с квадрицепсом. Уже ближе к тазобедренному суставу. Почему, друзья, так происходит? Меня это волнует. Ладно бы, если бы я брал большие веса, чем когда-либо работал. Нет, раньше бывало я работал и с более тяжелыми весами. И такого не происходило. Причем происходит это не в негативной фазе, а в позитивной. Мы знаем, что большинство трав происходит именно в негативе. Так вот, когда я делаю жимы лежа, к примеру, почему я уже давно не делаю жим, то в момент подъема у меня происходит такое... Это я ощущаю физически, я это слышу. И это похоже на разрыв бумаги. Жму, и у меня как будто проседает рука. Разрываются волокна. Это прям ощутимо, это неприятно. Не скажу, что это такая супер боль, но боль присутствует. И через несколько дней, как я говорил, уже выходит на поверхность синяк. Кровяной сгусток. В течение недели он рассасывается. Кому я только не обращался. И к тем специалистам, и к другим. Густаво Бадл говорит, что это связано с тем, что у меня густая кровь. Вы знаете, я не скрываю, с недавних пор я использую периодически фармакологию. Естественно, кровь сгущается. И также Густаво говорит, что у меня повышенная потребность в микро-макроэлементах, а также в витаминах. И я их недополучаю. И из-за этого у меня происходят такие проблемы. Попробую исправиться. Также он мне обещал показать препарат, который продается совершенно легально в России, и стоит очень дешево. Здесь, в Америке, он стоит в 100 раз, наверное, дороже. Как только у меня появится эта информация, я с вами обязательно ею поделюсь. Я думаю, это будет важно очень для многих. Ответьте мне в комментариях, есть ли у кого-либо из вас или ваших знакомых такая же проблема. Сталкивались ли вы с ней? А возможно, вы являетесь, если мне повезет, практикующим спортивным доктором. Может быть, даже в какой-то команде. Это вообще супер, я уверен, что вы сталкивались с этим. Подскажите, пожалуйста, в комментариях или напишите мне в личку, как с этим бороться, в чем причина. Потому что я думаю, что, возможно, это недостаток разминки. Хотя вы знаете, я постоянно делаю хорошую общую разминку, делаю специальную разминку. Кстати, как первый раз произошел надрыв в широчайшей мышце? Я снимал для вас специальный ролик о том, как с помощью гравитационных ботинок висеть вниз головой на турнике, качать пресс и, кстати, производить декомпрессию в поясничном отделе позвоночника. Естественно, я не разминался и запрыгнул на перекладину на согнутых руках. И сразу же, сразу же у меня произошел надрыв. Естественно, это моя глупость, нужно было лучше размяться. Что произошло с грудными? Если раньше это было в жиме лежа, то последний раз это случилось на брусьях. Я могу отжиматься, работать с дополнительным весом в 80 килограмм. Естественно, я разминаюсь собственным весом. И когда я сделал первый разминочный подходик, где-то на 15 повторений, возможно, это было много, согласен, то уже во втором подходе, на седьмом или восьмом повторении, то же самое произошло, что с жимом лежа. Тоже произошел разрыв и тоже через пару дней вышла гематома. Понимаете, насколько все странно, непонятно и интересно? Я сказал, над чем я думаю. Возможно, это недостаток разминки. Возможно и скорее всего, я думаю, это недостаток растяжки. Я вам уже говорил, что от того, когда мы тренируемся, мышцы укорачиваются, сокращаются. Если их не растягивать, достаточно. Хотя я считал, что я всегда это делаю достаточно. То они сокращаются, укорачиваются настолько, что потом, даже как в моем случае, при привычной нагрузке, при обычных весах, могут случиться вот такие травмы, казусы, которые могут быть гораздо серьезнее, чем у меня. Может полностью разорваться мышца или даже оторваться сухожилие от кости. Поэтому, друзья, учитесь на чужих ошибках. Так поступают умные, грамотные люди. Учитесь на моих ошибках. Несмотря на то, что я учу людей, видите, тоже совершаю такие глупые ошибки. И в данной конкретной ситуации я действительно не могу понять, в чем причина. Подскажите, помогите. Если у вас есть информация или вы знаете человека, кто может подсказать, как с этим бороться, что делать. Потому что без тренировок я не могу. Я обратился за помощью также к моим друзьям из лаборатории спортивной адаптологии Виктора Николаевича Силуянова. Григор обещал поспрашивать. Надеюсь, информацию я получу. Все, что принесет пользу и что я узнаю, я обязательно поделюсь с вами в своих видеороликах. Друзья, спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Очень много комментариев приходит с благодарностью о моей гимнастике, о моем подходе. Причем пишут взрослые мужчины и женщины за 40 лет, которые, в принципе, раньше никогда даже не тренировались. И они говорят, что перепробовали все. И когда уже столкнулись с моим видеороликом, послушали, что я говорю, а то, что я говорю, не сходится совершенно с тем, что говорят и рекомендуют доктора, они, естественно, не верили, но так как перепробовали уже все, решили попробовать и мою методику. И, о чудо, друзья, уже через неделю наступает облегчение. Люди даже приступают к тренировке с железом, о чем пишут мне в благодарность. Друзья, после таких комментариев, естественно, мотивация моя продолжать делать для вас ролики только растет и увеличивается. Спасибо, что поддерживаете. Не пропустите серию роликов, которую я подготовил для вас. И Стефан, вы его уже знаете, профессор Кайзер-юниверсити, спортсмен, тренер, делится своим опытом, отвечая на ваши вопросы, которые вы присылаете в комментариях. Обязательно делайте это, продолжайте это делать, и Стефан будет продолжать отвечать. Есть целый плейлист у меня на канале новый, наука и спорт. Под любым из роликов можете оставлять ваши вопросы, на самые интересные Стефан будет отвечать. Не забывайте делиться данными роликами со своими друзьями в соцсетях. Ставьте лайк, дизлайк, пишите комментарий. Не забывайте нажать на колокольчик, если боитесь пропустить очередной мой ролик, который выходит сейчас практически последний год, наверное, каждый день. И по новым правилам YouTube, если вы не нажимаете на колокольчик, то уведомление о новом ролике может вам просто не прийти. Так что, друзья, все зависит только от вас, от нас, и все у нас только здесь. Естественно, я продолжаю тренироваться. По совету Григора я делаю в основном упражнения сейчас в статодинамике. Хотя, вы знаете, я очень большой любитель работать на большее отягощение и меньшее количество повторений. Как, в принципе, и Юра Спасококотский, только у меня большее количество повторений, чем 6. Юра, я знаю, любит работать на 6-7. Как тренируетесь вы? Пишите в комментариях. Все, что связано с питанием, со спортом, это очень интересно. И только вы, друзья, можете сделать любой канал, в том числе и мой, интерактивным, а значит полезным. Если у вас есть чем поделиться с людьми, не стесняйтесь, записывайте себя на телефон. Главное, чтобы ролик был горизонтальный. И присылайте мне на почту. Я выложу любой ролик на своем канале. Согласны вы со мной, не согласны. Возможно, вы являетесь тренером, хотите прорекламировать себя. Я сделаю для вас это совершенно бесплатно. Друзья, не буду больше задерживать ваше внимание. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось и смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба. Кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.